здравствуйте мои уважаемые зрители на дворе у нас 3 марта и сегодня мой первый материал это будет краткая сводка уточнение позиции сторон на сейчас на утро вернее скорее даже не на сейчас на поздний вечер 2 марта где вот самые главные были бои то есть я более-менее попытался выяснить ситуацию чем закончился какой был итог боев в районе вознесенска в районе харькова ну и также какие изменения произошли в районе киева и так для начала что произошло в вознесенске вознесенские российские войска начали штурм города и где-то в районе полудня и за несколько часов украинский гарнизон потерпел в целом поражение и российские войска вошли в город но в городе они закрепляться не стали они залили только южную его часть так называемую болгарку причем вооруженной силам украины удалось взорвать железнодорожный мост через бух и автомобильный мост через мертвовод а вот насчет автомобильного моста через южный бух пока тишина судя по всему он все-таки цел а ведь именно он и должен быть главной целью российских войск если действительно российские силы специальных операций смогли обезвредить охрану моста и предотвратить его взрыв то это очень большой успех я на самом деле пока не мог выяснить насколько он сегодня контролируется либо российскими частями либо украинскими ну если разобраться с точки зрения логики украинской стороны если ты же начинаешь взрывать мосты и не будешь пользоваться мостом через южный бух понимая что он скоро придет в руки российской стороны логичнее всего было бы его взорвать дело в том что это важнейший стратегический мост это следующий мост через южный бух после николаева и опираясь на него российские войска могут дальше наступать на север-одесской области потому что южный бух в этом месте единственная большая водная преграда перед наступающей группировка российской армии и не взяв этого моста дальше наступать было бы затруднительно. Ну и также к вечеру российские войска покинули остальную часть Вознесенска. Причина понятна. Сил его удерживать и защищать на сегодняшний момент у этой группировки нет. Стратегическая важнейшая задача, судя по всему, была мост через Южный Буг. И повторяю, по состоянию на сегодняшнее утро он стоит целый. Под кем? Точно сказать не могу. Данных у меня нет. Но я думаю, за сегодняшний день ситуация уже прояснится. Если действительно мост через Южный Буг российским войскам удалось захватить, это важнейший стратегический успех, который уже очень скоро, в первую очередь сегодня, скажется на оперативной обстановке. Это что касается Вознесенска. На Криворожском направлении тоже поступают новости. В Кривом Рогу объявлена эвакуация южных районов. Ну, чтобы вы понимали, Криворог это не точка на карте. Это такая длинная кишка, 100-километровая, даже больше чем 100-километровая кишка, с юго-запада на северо-восток. И вот эти юго-западные районы города, они являются центральными районами города, сегодня эвакуируют на север. Что и понятно, с учетом того, что от них до границы с Николаевской областью всего 15 километров. То есть, очень похоже, что какая-то российская колонна приближается к Кривому Рогу и будет его охватывать, ну, в первую очередь, наверное, все-таки с северо-запада. Самая удобная точка, это взять Криворожский аэропорт. Он в относительно безлюдной местности. Причем именно с аэропорта удобно контролировать всю прилегающую местность. Артиллерийские удары с жилой застройки Кривого Рога по нему наносить нельзя. А он прирезает важнейшую автомобильную трассу на Кировоград, либо, как сейчас называют его, Кропивницк. И таким образом, взяв Криворожский аэропорт, российские войска будут иметь возможность в любой момент атаковать любую часть Кривого Рога. А еще они относительно малыми силами смогут создать опорную точку, с которой дальше можно идти хоть на Кировоград, хоть на Александрии, хоть дальше обходить Кривой Рог. Таким образом, отрезая всю Запорожско-Днепропетровскую группировку от остальной Украины. То есть, я думаю, на этом направлении события будут развиваться именно по этому сценарию. Теперь переходим к Харькову. Что там? Ну, в течение ночи было нанесено несколько ударов, причем за последние двое суток уже вырисовалась новая тактика, которой придерживаются российские войска, которая принесла уже очень серьезные результаты. Благодаря помощи местных жителей, которые сдают позиции натыков буквально пачками. Меня, например, мои уважаемые харьковские зрители буквально засыпают данными, где разместились те или иные националистические подразделения в их районе. И, судя по всему, именно ссылаясь на эти данные, российские войска наносят точечные удары по местам скоплений вооруженных сил Украины и националистических отрядов. Причем и вчера, и сегодня это дало очень серьезные результаты. Огромные потери, на сегодняшний момент оцениваемые примерно до полутысячи убитых и полутора тысяч раненых в одном только Харькове. Это со стороны ВСУ. Для гарнизона это колоссальная потеря. С учетом того, что на момент начала осады он составлял примерно 10 тысяч человек, не считая вот этого фолькштурма ополчения. Которого в Харькове, прошу заметить, очень и очень мало. Обратите внимание, что на фоне истерии в других городах Украины, в Харькове этого практически нет. А это говорит о том, что население города все-таки считает российскую армию для себя не врагом. И с точки зрения оперативной обстановки, на сегодняшний момент относительно безопасность для либо выхода из Харькова националистов, либо снабжения их осталась. Дорога через Мерефу, но она очень и очень плохая. Причем на некоторых участках она легко простреливаемая. Единственное, для чего эта дорога может быть использована, это скорее всего для вывода самых, знаете, отпетых националистов, которых жалко оставлять в Харькове. И также вечером появилась информация, что ядро Азова, а хочу сказать, что Харьков является тоже базой Азова. Если эта информация подтвердится, то скорее всего оборона города начнет очень быстро рушиться. Потому что в целом только они поддерживали его стойкость и многие украинские солдаты, скорее всего, если не будет за спиной националистов, быстро сложат оружие. Но, опять же, пока эта информация не проявлена. Честно говоря, я не верю в то, что азовцы покинут Харьков. И только события следующих дней нам покажут, как все есть на самом деле. Это что касается по обстановке в районе Харькова. Теперь по Киеву. Ну, судя по той информации, которая мне приходила с разных сторон, идет концентрация российских сил для следующего броска. То есть Россия концентрирует войска в районе Восточный Броваров. Похоже, что все-таки следующий удар будет в район Борисполя. Пресечение последней автомобильной магистрали, которая связывает Киев с Левобережьем. Ну, и также вчера к ночи сконцентрировалась очень большая ударная группировка западнее Бучи. Куда она сегодня пойдет, пока не знаю. Но артиллерийская дуэль по состоянию на утро в этом районе уже началась. Вот такая ситуация. На сейчас пока на 8 часов утра 3 марта. Естественно, продолжаю за ней следить. Ну, и следующий мой материал, предположительно, выйдет в районе часа дня. Плюс-минус. Точнее сказать не могу. На этом пока все. До свидания. Ждите следующего выпуска.